Урок 6. Занятие 2. Виды оплаты труда. Заработная плата – это неизменный спутник наемного труда. Ни один ваш сотрудник, конечно же, не будет ходить на работу, если не будет знать, что по окончании месяца получит от вас все, что ему причитается. А как узнать, сколько же ему причитается? Этот вопрос волнует как самого работника, так и работодателя. Чтобы не допустить разногласий еще до приема на работу сотрудника, нужно четко оговорить, какой будет заработок и за какие результаты. И делается это с помощью выбора одной из форм оплаты труда. Прежде чем начислять работнику заработную плату, нужно позаботиться о том, чтобы правильно подготовить документы для расчетов. Тогда и ошибок будет меньше. Основой для расчетов служит специальная форма номер Т13 – табель учета использования рабочего времени. Табель составляется в одном экземпляре, уполномоченном на это лицом. Заполненный табель подписывается лицом, ответственным за его ведение, и руководителем, после чего сдается в бухгалтерию предприятия. Именно на основании табеля рассчитывается заработная плата. Таким образом, для бухгалтера табель – это один из первичных документов, на основании которого считается заработная плата. Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся только на основании документов, которые оформлены в установленном порядке, т.е. листок нетрудоспособности, командировочное удостоверение, если ездил в командировку, приказ о предоставлении отпуска и т.д. Для расчета заработной платы рекомендовано крупным предприятиям использовать расчетную ведомость по форме Т-51, а для учета выплат заработной платы – платежную ведомость в форме Т-53. Для средних и малых предприятий больше подойдет расчетно-платежная ведомость по форме Т-49. Формы и виды оплаты труда в настоящее время весьма разнообразны и уже не ограничиваются классическими разновидностями издельной и повременной оплаты труда. Рассмотрим самые распространенные из них, которые наиболее часто используются в малом бизнесе. Действующее законодательство дает предприятиям право самостоятельно выбрать и установить такую систему оплаты труда, которая будет самой целесообразной для каждого предприятия в конкретных условиях работы. Самой распространенной является тарифная система оплаты труда. Тарифы устанавливаются в зависимости от квалификации работников, от сложности выполняемых работ, условий, характера, интенсивности труда. Тарифная система может применяться в различных формах, например, повременная и издельная. При издельной оплате труда каждой операции и изделию соответствует своя ставка. Как говорится, сколько сделал, столько и получил. Например, оплата за каждую изготовленную деталь составляет 100 рублей. Если работник изготовит за месяц 100 таких деталей, то его заработок составит 10 000 рублей. Разновидность этой системы – сдельно-прогрессивная оплата. В этом случае устанавливается норма выработки деталей в день. Все, что в пределах нормы, оплачивается, например, по 100 рублей, а сверх нормы – по 120. Пусть норма в месяц – 100 деталей, а работник за месяц изготовил 110 деталей. Тогда оплата труда составит 11 200 рублей. То есть за перевыполнение нормы платится больше. Повременная оплата труда. Эта форма оплата труда может быть представлена двумя основными видами. Первое – на основе часовой тарифной ставки и количества отработанных часов. Например, если часовая тарифная ставка 200 рублей, в текущем месяце работник отработал 160 часов, тогда оплата за месяц составит 32 000 рублей. Или же оплата на основе оклада. Например, работник отработал за август 2012 года все 23 рабочих дня. Ему установлен оклад 23 000 рублей, тогда за август он получит полный оклад 23 000 рублей. Если же у нас будет другая ситуация, отработаны не все дни, а, допустим, 15 дней из 23, тогда работнику будет начислено… Оклад делим на число рабочих дней по графику и умножаем на число отработанных дней. Получаем 15 000 рублей. Повременная оплата труда часто сочетается с выплатой премии. Например, определяемой из размера полученной выручки, что часто используется в торговле, то есть для продавцов. Есть какая-то фиксированная часть и премия от полученной выручки. Например, пусть работнику установлен оклад 5 000 рублей и премия как 3% от выручки. В сентябре 2012 года работник отработал полностью. Выручка за эти дни работы сотрудника составила 300 000 рублей. Тогда работнику будет начислено 5 000, прибавляем 300 000, умноженное на 3%, и получаем 14 000 рублей. Законодательство различает систему доплат и надбавок за особые условия труда и систему премирования, применяемой на предприятии. К числу возможных видов относятся премии за выполнение производственных заданий, за экономию сырья, материалов, энергию, за повышение качества производимой продукции, за освоение новой техники и технологии, за объемы продаж и т.д. То есть предприятие само может установить свою систему премирования за какие показатели работник будет получать премию, ну или же не устанавливать систему премирования. Тогда, конечно, мотивация работников будет меньше. Обратите внимание, статьей 255 Налогового кодекса предусмотрено включение в расходы организации на оплату труда любых начислений работникам в денежной и натуральной форме, стимулирующих начислений и надбавок, компенсационных начислений, премий, поощрительных выплат, а также всех расходов, связанных с содержанием работников. Эти выплаты должны быть предусмотрены трудовыми договорами или коллективными. В этом случае эти выплаты можно принять в расходы на оплату труда. Если же какие-то премии системой оплаты труда не предусмотрены, не прописаны в трудовом или коллективном договоре или в положении об оплате труда, то они выплачиваются за счет чистой прибыли. Но это в налоговом учете. Повторю еще раз. В бухгалтерском учете все премии за производственные показатели мы можем включить составу расходов на оплату труда. Таким образом, формы и виды оплаты труда могут разрабатываться организацией самостоятельно, в зависимости от специфики работы, а также может применяться система стимулирующих премиальных выплат. Теперь домашнее задание к этому занятию. В ООО «Плюшка» установлена оплата труда по окладу. Данные о величине окладов приведены в таблице. В ней же дается информация о датах рождения сотрудников, количестве детей и некоторые другие дополнительные сведения. Некоторые из них вам потребуются позже, на следующих занятиях и следующих уроках. В январе 2013 года имели место больничный в связи с нетрудоспособностью у Сахаровой с 21 по 24 января, дни без сохранения заработной платы у Сметанина с 21 по 22 января, в феврале отпуск Маслова был с 14 по 28 февраля, командировка Повидлова с 11 по 14 февраля, в марте с 28 марта 2013 года тестомес Мукина уходит в отпуск по беременности и родам, формовщик Сметанин 25 марта 2013 года уволен по собственному желанию, а остальные дни сотрудниками отработаны полностью. Нужно рассчитать заработную плату за отработанное время, пока, пока за отработанное в этом занятии считаем, по каждому работнику за январь, февраль и март, составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы за отработанное время. Успехов Вам в выполнении задания! Увидимся на следующих занятиях!